Девушки отдыхают Итак, скажите, как здесь сегодня люди? Готовы? К Новому году уже все готовы. У всех прекрасное настроение, все красивые и нарядные. А Ксаня-то где у вас припаркованы? Ну как где? На крыше, конечно. Летели, прилетели, припарковались, спустились, пришли. Мы сегодня решили сделать Новый год, ну потому что это весело, потому что выпал первый снег. Людям захотелось запаха мандаринов, захотелось Нового года. И мы, в общем, предоставили им такую возможность. У нас Дед Мороз снегурочка, и все сегодня весело. Сделать идею репетиции Нового года было достаточно таким креативным решением, на что, я думаю, люди откликнулись. И полный зал, я думаю, это успех. Скажите, вот сейчас уже появляется постепенно настроение новогоднее? Конечно. Сегодня, вот когда сюда пришли, именно сразу появилось новогоднее настроение. Как вы дальше планируете жить в течение двух месяцев до Нового года? Каждые выходные теперь? Придется каждый выходной ходить и отмечать этот праздник, ждать Новый год. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и лето встроенная, зеленая была. Молодцы, молодцы наши гости дорогие. Репетиция Нового года здесь состоялась именно в ту ночь, когда в других заведениях Рязани все люди праздновали Хэллоуин. Почему вы решили прийти вместо Хэллоуина на Новый год? Вообще, что случилось? Для Нового года еще далеко, а праздников хочется. Хэллоуин не наш праздник, а небо, Новый год, это здорово. Нас пригласил ресторан «Небо» как корпоративных клиентов. Вы сегодня Кащей Бессмертный или Дед Мороз? Между Кащей Бессмертным и Дед Морозом в наше время это все всегда взаимосвязано. Как вы сегодня здесь себя чувствуете? Что вам больше всего нравится? Ну, мы вообще любим небо. Это наш дом родной, это самый лучший ресторан в Рязани. И всем гостям и нашим друзьям мы его рекомендуем. А чем же он отличителем? Вот своей атмосферой, своей гостеприимностью, тем, что персонал обалденный, тем, что диджей классный, все заводные, тем, что кухня обалденная. И все делают, как нравится клиентам. Здесь люди радуются, здесь интересно, здесь какая-то харизма своя есть и приятно проводить время. Как известно, настоящий Новый год всегда отличается праздничным столом. За кухню в ресторане «Небо» отвечают одни из лучших мастеров нашего города. Более того, некоторые блюда здесь готовят прямо на глазах у восхищенных гостей. Потрясающее блюдо с огоньком от великолепного повара. Это то, за что многие ценят это заведение. Каким образом происходило у вас сегодня общение с гостями? Вы как управляющий большое количество времени оказывали большое внимание, даже готовили для них. Часто ли так происходит? Каждый день. Ну, каждый день я готовлю для гостей. Мне это очень нравится. Я очень люблю, когда гости сидят и участвуют в процессе. Видят, из каких продуктов и что мы делаем. Пока готовим, мы же обязательно общаемся. Я всегда рад, если кто-то из гостей за столом говорит, а можно мы с вами? Да это не вопрос. Я дам фартук, дам перчаточки и будем готовить все вместе. Ну, то есть, это благо позволяет наша замечательная маленькая передвижная такая тележечка, фламбе. Вероятно, блюда, приготовленные совместно с поварами, становятся для гостей самыми вкусными. Что было самое вкусное? Самое вкусное готовил Рамиль. Это были блины. Я так понимаю, блины с фруктовой начинкой. Мы обалдели. Мы сегодня попробовали салат из двух языков. Ой, котлеты и щуки. Котлеты и щуки. И нам понравилось. Ну, а скажите, по ценам, как вообще для города? Вот вы как думаете? Очень хорошие цены. Хорошие, оптимальные цены. Вы думаете, да? Да. Говорят, дорого все. Нет. Выступления музыкальных групп, запоминающийся ужин. Все как в настоящий праздник. Поверить в сказку гостям захотелось и при виде фокусника. В одном из трюков фокусник разбил телефон девушки, пришедшей на праздник с супругом. Но оказалось, что аппарат остался невредим. Поставайте. Покажите себе, что это. Работает, проверяйте. Правда, пока это не выяснилось, муж уже пообещал своей жене подарить новый телефон. Саша, будет для Наташи новый телефон или нет? Судя по тому, что этот работает, наверное, пока нет. Хотя очень надеется, что сломает. Вы же обещали. Значит, будет. Я не могу отказать. Наташа, вы рады сегодняшнему вечеру? Да, очень. Что больше всего вас радует? Мне очень понравилось выступление фокусника. Я на самом деле никогда такого не видела. Новый год – это пора чудес, в которые с радостью верят взрослые и дети. Это действительно семейный праздник. И в ресторане «Небо» интересно отдыхать не только взрослым, но и юным посетителям. Родители попадают здесь в свою сказку, а дети – в другой волшебный мир. В ресторане существует уникальная для Рязани детская комната с деревянными домиками, сцены для выступлений кукольного театра. Здесь всегда можно провести любой детский праздник с аниматорами, артистами или посетить запланированное представление. Скажите, пожалуйста, как дальше будет развиваться ресторан? Здесь уже появилась детская комната. Здесь я знаю, вы что-то делаете в тротуаре веранды. Хотите сделать ее полузимней даже, чтобы люди могли туда зимой выходить. И еще вот что будет? В декабре у нас следит за анонсом. Смотрите, у нас страница ВКонтакте очень живая. Там будет праздник рукавичек для детей в самом начале декабря, там 3-го числа, если не ошибаюсь. Да, потом через месяц, 3 января, у нас будет детская елка также. То есть это будет прям большая, там с Дед Морозом, с снегурочками, даже с подарками. Это тоже очень важно. Второй момент – это то, что у нас летняя веранда будет закрытой. И даже в зимний период можно будет туда выйти, просто подышать свежим воздухом, потому что там будут работать обогреватели. И будет все очень уютно и хорошо. Ресторан «Небо» развивается более 10 лет. В нем происходят изменения, благодаря которым практически любое желание гостей может быть исполнено. Спокойно ужинать, пока ваши дети резвятся в детской комнате. Или увидеть весь город, как на ладони из панорамных окон ресторана. Попасть в новую атмосферу, например, в середине осени встретить Новый год – все это возможно именно в ресторане «Небо». Каждый вечер, проведенный здесь, запоминается навсегда. Это была программа «Знак качества». Мы только что побывали в Небе, здесь потрясающе. До встречи! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова